Ангела 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 Вам надо слышать его голос или необязательно? Добрый день. Я буду переводить. He said hello. How are you? Tell something. How are you? What is your name? What is your name? Okay. Hello. Я вернулась. Здравствуйте. Все-таки камера заработала. How are you? What's your name? Igor. Igor, my name is Totten. Okay. I think so. Igor, буду говорить по-русски, потому что английский, не знаю. Я хочу сказать, я хочу сказать, что ему необходимо немножко больше вера в себе, самого себе. Где-то его стопорит, его ощущение, такой маленький комплекс, что что бы он ничего не делал, оно не получится. Он хорошо занимается с компьютером, хороший электронщик, компьютер. Тодор, подождите. Я переведу ему. Igor, he said, you need to trust yourself. You are very good with computers. He sees you first time, right? And what else? Что еще? То есть, то, что он не делает, даже не только и в компьютере, который делает по жизни. Он в каком-то моменте, у него есть такая ситуация, он проигрывает ситуацию заранее и не входит в действия, которые буквально реальные действия, и тогда решает проблему. Он заранее проигрывает ситуацию. Анализирует, да? Да, анализирует. Потом чувствует, что не хватает знания, не хватает информации, и он отказывается от этой проблемы или от этой, которую надо решить. Вопрос. Тодор, это проблема для него или это нормально для него? Да, это проблема для него. Он не должен проигрывать. А, подождите секундочку. Он сказал, что вы анализируете ситуацию, но когда вы анализируете ситуацию, и вы видите, что вы не знаете, или нет enough, вы не знаете ситуацию, вы не можете реализировать ситуацию, и вы просто идите за это. Окей? Дальше? Он должен решать все ситуации по мере их поступления, потому что тогда он видит, что как надо делать. И он справится. И он справится с этим. А когда проигрывает, он не может предугадать. Если вы не уникали за этим, вы сделаете над��, вы будете выпол Matsour, вы будете против. Когда вы анализируете, вы могут выяснить, потому что это partnering с собственами и посч stroет. Понимаете? Вы не понимаете, чтобы вы обнаружите, , что это понимаю. Не понимаете, вы это понимаете. Вы понимаете? Да. И не надо закрываться в одиночестве, он обычно закрывается, сворачивается в одиночестве, и вот в таком состоянии, в чем мне делать, как мне делать. Окей, он сказал, не будь в гости, не будь в бою, не будь в бою, потому что делай у него, не будь в бою, не будь в автономии, не будь в гости. Вот и вот он сказал, что ты готовишься. Обсум-вот. Окей. Он достаточно образованный, достаточно грамотный, достаточно информации в нем все есть. У него все есть. Не надо закрываться, а надо вперед идти, и не бояться ошибок. И я сказал, что он с компьютером очень хорошо владеет, и программист. Хороший программист. То есть ты можешь быть очень хорошим программером. Потому что если ты с компьютером... Окей, Тодор, а что насчет того, то, чем он сейчас занимается? Вы хотите, чтобы я рассказал, чем он занимается, или не надо? Пока нет, я еще должна... Ага, правильно. Ангела у нас еще. Да, забыли. Пока Тодор говорил, я параллельно карты вытащила, да? Да, потому что... Тодор, одну секундочку. Ангела, вы хотите взять слово, или вы хотите, чтобы Тодор закончил? Да, ну если Тодору есть, все закончится. Еще одно хочу сказать, что у него от этих мыслей, которые все происходит, сворачивается, думает, у него нарушается сердечного ритма. Да. Окей. Когда ты делаешь в таком случае, то иногда ты может болеть твою сердце. Потому что это написано, твою сердце болит, в определенные вибрации, так что ты можешь разрушить. Вибрации. Так что ты идешь в конфликт с сознанием и подсознанием. Так что это не рекомендовано. И последнее хочу закончить, что я был бы счастлив иметь такого человека как друга. Он настоящий мужчина. Он сказал, что ты настоящий друг, и он будет счастлив иметь тебя в окружении, потому что ты очень хороший друг. Тодор, я могу сказать, что это то же самое, что я говорю ему. И это я точно знаю. Поэтому он вот сейчас здесь и находится. Потому что, скажем, со мной общаться не так просто. Потому что я точно знаю, что себя тоже представляет человек, хоть и не обладая такими, скажем, способностями. И поэтому, если мне человек не интересен, если я вижу этого человека так, как я его, допустим, вижу, то я с ним просто не имею дело. А вот с ним мне хочется иметь дело. Исключительно трудоголик и верный человек. Исключительно трудоголик и верный человек. Окей. Ангела будет читать, потому что она делает карты. И она делает самую идею, что она делает. Тодор, вы мне все-таки не ответили на то, чем он занимается, стоит ли ему этим заниматься. Но сейчас послушаем Ангелу. Да, может быть, Ангела нам скажет. Пока Тодор говорил что-то там боязни, я прям параллельно карты выкладывала. Правда, неправда. То есть я свои вопросы задавала. Вот что-то вот он куда-то идет, и вот как-то перевернутая немножко. Да, это вот так на коне победитель, а так он идет, но боится оступиться. Как вот получается шестерка жезлов, как недостаточный победитель. И дальше спросил, у него вышла, значит, шестерка монет, но это однозначно народ занятий. Это что-то материальное, то есть связанное с мозгом, с бумагами, с деньгами. Возможно, это трейдерство, возможно, это… Подождите секундочку. Видите, смотрите, видите, туда денежки сыпятся из одной руки в другую. Получается вот так. Сейчас, одну секундочку, я вам переведу. У меня сыпилась из того, что сначала, вы будете ходить на дороге. Вы будете играть не Otана, и вы будете выжать. Но, в то же время вы будете разбираться. Потому что вы неillсердно. и это то, что вы делаете. Но на следующий раз она получила материал, что деньги, которые приходят из одного к другу, и она сказала, что вы делаете сейчас, что вы делаете сейчас. Я спросила, что вы делаете сейчас, это хорошо для него или нет? И я не сказала, что вы делаете. И она сказала, что все, что вы делаете сейчас, это то, что вы делаете сейчас, и это то, что вы делаете. Это то, что она сказала. Окей, продолжайте. Что-то он умеет хорошо руками делать. Да, но какие-то страхи есть. Продолжаю, то есть какой-то уход, какие-то легкие страхи, восьмерку кубков, то есть что-то не до конца, то есть то ли боится, но он очень верится. Успех, то есть вера. Вера присутствует, карта веры. Вот, и ему нужна, в чем проблема, в чем он боится, ему нужно более четко все рассчитать, размерить, и тогда его ждет успех. То есть больше разработать стратегии, об этом говорит восьмерка монет, тут сидит мужчина со схемами конкретно, с графиками, и тогда вот приходят большие деньги и большой успех. Вот так. Вы должны делать это сам, или он может это делать вместе со мной, поскольку мы работаем вместе? Я его привлек как помощника. Так, а ему лучше работать самому или одному? Он рисует хорошо. Нет, правосудие, потому что правосудие рядом карта силы, то есть тут две женщины, это два, это партнерство, и опять же карта сила, женщина с животными, то есть это с сильным человеком, вы в паре, у вас отличный тандем. Я бы спросил, если вам хорош для себя делать все, или сделать все, скажем, с мной. Нет, не точно, работайте с мной, но вы здесь, потому что мне. И она говорит, что два карта все это точно показывает, и ты должен работать с тем, что у вас больше знаменитого, и что у вас более мощный. Так что она рекомендовала работать. Да. Майк, мне кажется, что он хорошо с руками что-то делает. Мне кажется, что-то связанное с рисованием. Что-то очень, очень хуже. Ну, это графики, схемы, схемы. Схемы. Ну, не, не, не. Схемы? Нет? Никогда не разобрал. Умеется ли вы играть на пианино? Я не пробовал. Может, и умеет. Так и он отвечает. Мне кажется, что рисует, что-то хорошо у него получается, вот как-то вот, если он даже не рисовал, то я уверен, что этого он умеет, это по природе он умеет делать. Он не знает, он никогда это не пробовал, он этого не знает, но... У него получится, у него хорошее видение, у него интуиция хорошая, поскольку он заранее проигрывает все ситуации, это очень хорошо для художников, для творческих людей, они наперед могут рисовать и тогда увидят результат, это для него как раз именно его стезя. А можно вопрос? Егор, ты земной знак? Игорь. Тепец, девок, козерог. Да, он Игорь, но это русское, хоть и русское имя, но его зовут Игорь. Игорь, ага. Когда ты родился? В июне. В июне 27. 27 июня. Июня. Почему-то такой расчетливый вышел знак, не понимаю почему. 28, 27? 27 июня. А, прям рядом со мной, я 28, может быть, себя считала. Ну, такой знак достаточно, он, ну, как раки, они расчетливые, они все держат, вот, правосудие, любят считать, любят все просчитывать. Ну, замечательно, замечательно. That's it, I guess? Да, что-то руками делать, не могу понять. Окей, ну, очень интересно, очень интересно, я хочу обратиться к тем... Папа, что делать с руками, скажите, я не знаю, у него... Я, окей, давайте тогда я уже расскажу. То есть, он понятия не имел о том, что я его сюда приглашу, тем более, что он совершенно не знает, кроме слова «корошо», по-русски, и «привет». Да, он не знал, и поэтому, значит, для него это сюрприз, на самом деле. Чем он занимается? Он великолепно разбирается в компьютерах, великолепно разбирается, с открытыми и закрытыми глазами, так что Тодор, вы были абсолютно правы. А то, что он сегодня... Чем он сегодня занимается? Он сегодня занимается биржей, так Маркет Ангела абсолютно была права, то есть так оно и есть. К компьютерам и биржам это связано, поэтому схема... Оно связано относительно, оно относительно связано, но дело в том, что, к сожалению, люди неправильно относятся к, скажем, бирже, они как к азартной игре относятся. Но на самом деле это совсем не так, я как бывший, будем говорить, шахматист, я это точно знаю, для меня биржа это как просто действительно анализ, очень серьезный анализ, потому что прежде чем куда-то войти в эту трейд, что-то купить или что-то продать, надо все проанализировать. И Тодор, тут вы тоже, безусловно, правы, он должен анализировать, он это анализирует, и это то, что делаю я, и то, что делает он. Понял, как он делает, я же изображал клавиатуру, все время, у него очень быстро работают руки на клавиатуру. Я думаю, что ты руками что-то делаешь? Да, да, да. Стучит руками по клавиатуре или по телефону. Он очень быстро работает, у него вот так, что-то делает, я вот думаю, что же можно вот так делать? Да. И он мне, конечно, очень здорово помогает в работе, поскольку офис требует такого технического человека, как он, и все компьютеры, которые он собирает, собирает и разбирает с закрытыми, закрытыми, точнее, глазами, и делает, конечно, все это очень здорово, и очень много помогает. Более того, он мне помогает именно в работе на бирже, потому что, в общем-то, я каким-то образом, это мое хобби, но я посвятил этому чуть ли не 20 лет своей жизни, и это мне помогает, поскольку, ну, это отдельная тема. А тогда у меня к вам вопрос, а мне этим сам заниматься надо или не надо? Или пускай он позанимается. А чем? А, биржей? Биржей, да. Мне кажется, даже и карты не нужны, и у вас все на лице написано. И ему надо доверить, он прекрасно справится. Кто, он? Да. А я? Ну, у вас все хорошо уже. У вас нет того... У вас все хорошо, я сказала, у вас карта социала. Он немного больше аналитик, чем вы в этом деле. Он краткосрочный аналитик, а вы долгосрочный аналитик. Вот тут как раз он более шустрее коротких биржевых процессов. Вы их пока обдумали, уже не нужно это делать, а он уже вопрос решил. Понятно, понятно. На коротких дистанциях прекрасно, а на длинных. Так, Ангела не согласна. Но то, что мне все время говорили о глобальной стратег. Да, да, глобальной стратег. Да, глобальной стратег. Дальше идете. Я знаю видение от начала до конца. Но пройти по этим пути, от А до Б, от Б до В, это мне сложно, мне скучно двигаться короткими какими-то перебежками. Я как бы так вижу всю картину так далеко. Я об этом говорю. Вот карта мечтатель, да, вы задумываете, да, и она у вас исполняется, солнце. Вот, получается, что вот так. Вы задумали, а люди вокруг вам в этом помогают исполнять. Так, я все, мне все понятно. К Тодору я буду приходить за советом. К Ангеле я буду приходить учиться рунам. Таро, вот, и это, конечно, очень интересно. Ну, дорогие друзья, я очень рад, что мы сегодня пообщались. Это было весело, как минимум. У нас был человек в эфире. Теперь у нас и русская, и англоговорящие люди уже будут знать о том, что действительно это все происходит. Мы не договаривались, если честно. Абсолютно. Это был сюрприз. Два человека, которых я хотел привезти сюда, они по своим причинам не смогли присутствовать. Вот об этом мы говорили. Я вам говорил о том, что двоих я привезу, мужчину и женщину. Вот оба. Значит, выяснилось о том, что у одной appointment, а у второй тоже appointment идет к зубному. Поэтому они посмывались. Вот единственное, кто со мной остался, и то потому, что у него машины нет, поэтому только я должен его привезти, и то поэтому он остался. Так что вот мы нашу задачу выполнили на этом этапе. Мы выяснили о том, что все то, что вы говорите, абсолютная правда. И это здорово и замечательно. Ну что, я хотел вас поблагодарить за ваше время. У вас уже, так скажем, время достаточно позднее. Ну, а у нас еще разгар, так скажем, рабочего дня. И один час еще на бирже мы можем функционировать. Теперь он уже все знает. Сейчас я ему скажу, давай вперед, Игорь. На лихом коне дали добро. Ангела сказала, что он на коне. Тодор сказал, анализировать ситуацию не надо, просто бери и... И делай. Иди. Просто уверенности побольше молодому человеку надо. Это правда. Должны ему дать эту уверенность. Это правда. Он моложе вас, и ему опыта немножечко не хватает. Не хватает, это да. И то, что кстати, кстати, Тодор, абсолютно вы правильно сказали. Он, ну, то, что у нас называют анти-соушал, просто он ни с кем не общается. То есть у него нет друзей, он очень и очень немного, точнее, у него есть. Каким-то образом, несмотря на разницу, большую разницу в возрасте, но каким-то образом его чуть ли не самый лучший друг. Вот. И, конечно, я его тоже многому учил, поскольку я его знаю, когда ему было лет всего 13-14. Ну, тогда он уже разбирал и собирал эти компьютеры каким-то образом, вот, закрытыми глазами. Так что вы абсолютно попали абсолютно правильно. Ну, хорошо. Дорогие друзья, еще раз я благодарю вас за то, что вы были с нами в эфире. Я также благодарю наших собеседников. Не только собеседников, а наших радиослушателей и видеозрителей. Эта программа будет, естественно, выставлена в YouTube, и все вас воочию увидят, и ваши профессиональные навыки, которые и в этот раз вас не обманули. Ну, а мы будем беседовать, будем беседовать. И очень интересно, кстати, с Ангелой встретиться наедине. Конечно. Потому что, да, встретиться наедине в плане того, что она что-то знает, то, чего мы не знаем. Вообще, Скандинавия, это, да, это тут мир какой-то непонятный, ну, для территории, для американского континента непонятный. А мне вообще, кстати, я хоть и в Европе, так скажем, родился и провел большую часть жизни там, но все равно Швеция, Норвегия, Дания, там, Исландия, это вообще действительно, я там никогда не был, и было бы, конечно, очень интересно там побывать. Одина, вот, да, слышал, это правда. Так что мы будем встречаться. Всего доброго вам. Спасибо вам. Спасибо вам. Да, спасибо большое. Спокойной вам ночи и до новых встреч. Когда-то падал, и у него здесь болит, если бы не путаю. На правой, на правой стороне? По-моему, да, если бы не путаю зеркальность. Иногда очень часто зеркальность путается у него вот здесь. То ли с велосипеда падал, то ли здесь. У него болячка есть. Я понял. Хорошо. В следующий раз расскажешь. Спросим, я не знаю. Все, о нем, о нем. Обо мне вне эфира. Давай, включай. Вне эфира поговорим. Вне эфира, я вам сейчас скажу. Вне эфира приходит просто. После эфира. Все. Хорошо. Тогда я отключаю эфир. Отключаю эфир. Мы с вами остаемся. Эфир выключен. Можете рассказывать теперь про меня, никто не знает. А, теперь нормально, да, хорошо. Да. Слушайте, ну как, я не то, что... Это мягкий вероятный. Редактор. Это момент. Субтитры создавал DimaTorzok